МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы называем их кванторианцами. Почему? Откуда этот термин взялся? Ну, вообще проект Кванториум был разработан командной проектной Сколково. И команда молодых специалистов, которая разрабатывала этот проект и тиражировала его на всю страну. А кванториумов у нас в стране 183, включая наш кванториум Саров. Вместе с названием придумала некую терминологию, которая сопровождает философию нашего бренда и нашей организации. И вот кванторианцы – это обучающиеся детского технопарка «Кванториум Саров». Педагогов дополнительного образования мы называем наставниками. И словаря еще что есть интересного. Например, направление образовательное наше называется «Квантумы». И ребята, которые приходят к нам учиться, они погружаются вот в эту атмосферу. И у нас нет традиционных классов, учителей, нет каких-то уроков. А все так у нас называется по-другому. И за счет этого у них другая атмосфера, другое отношение к образовательному процессу. Даже само образовательное пространство кванториума, оно организовано по принципу open space. У нас нет стен, у нас нет перегородок, таких, ну, в традиционном понимании. Ребята видят друг друга, могут общаться, могут друг к другу помахать рукой. Во время занятий это не возбраняется. И, соответственно, учебный процесс, он становится более легким в таком свободном пространстве. Но ведь все-таки это история про дополнительное образование. Совершенно верно. Но это не такое классическое дополнительное образование, а что-то новое, ведь даже вот своя собственная терминология. Но ведь наверняка есть какие-то дополнительные бонусы или фишки, будем говорить, такого вида образования. Действительно, да. У нас очень много возможностей у ребят, которые обучаются в технопарке. Во-первых, это, конечно, преподавательский состав. То есть он уникален, он отличается от любого дополнительного образования классического, традиционного. Нашим ребятам преподают студенты, молодежь, студенты САРФТИ, магистры первого, второго курса. Волонтерами на наших проектах очень часто выступает студент филиала МГУ Мини Ломоносова в городе Сарове, который наши соседи открыли, мы с ними дружим, недавно подписали соглашение о сотрудничестве. И вот именно это такое преподавание на равных, они наставники, они представляются по имени. Это такая фишка и это такая возможность особенная для наших ребят, потому что общаться с человеком, который сам заряжен, ну, как правило, у наших наставников, к конторам, это первое место работы. И человек несет самое лучшее, что он накопил в своем, пусть еще и небольшом, но уже таком опыте жизненном, и он несет это детям, и это бесценно. Вот это такая, ну, действительно серьезная возможность общаться со студентами, с лучшими студентами нашего города, они выступают у нас наставниками. Наши ребята очень много ездят в гости в другие города. Мне вот это интересно, как раз то, что поездки, это, мне кажется, и возможность ребенка не только учиться и показать себя, но и увидеть все вокруг. Да, ну, во-первых, у нас обучаются сначала наставники, то есть ежегодно по программе Сколково все наши наставники, полный штат, проходят обучение по софтам, тем самым 4К-компетенциям всем известным. Что такое софты, давайте с терминологией будем послушать. Продолжение нашей философии, нашей терминологии, кто учится, знает уже, родители уже спокойно этим словарем у нас манипулируют абсолютно спокойно. Софт, компетенции мягкие, да, которые приобретаются как бы над учебным процессом, и харды, это хардскилс, компетенции, то, чему мы обучаем детей в профессиональном плане. Ну, если опустить, да, на какой-то элементарный пример, я вот, по первой профессии учитель русского языка и литературы, писать, читать и, там, каллиграфию, выводить буквы, это хард, компетенции, а то, чему ребенок учится в процессе урока, общению, коммуникациям, нетрадиционным способом решения каких-то задач, это будет софт, да, то есть преодоление конфликтных ситуаций, еще что-то, а то, чему он учится в процессе общения. Вот, это очень важно ребятам, и сейчас образование идет к сокращению, да, образовательных модулей, они становятся более короткими, и иногда вот эти самые софты, мягкие компетенции, по значимости они преобладают. Иногда более важно иметь, уметь коммуницировать, уметь... Харды, они как бы наращиваются уже в дальнейшем, в жизни человека. Вот, ну и если заканчивать разговор об уникальных возможностях наших ребят, то это, конечно, поездки, участие во всевозможных хакатонах, форумах. У нас на нашей базе проходит всероссийский межрегиональный пока хакатон IT Skills по IT-технологиям. Более 38 регионов уже ребят у нас приехали к нам, поучаствовали. Наши ребята ежегодно отправляются в рамках развития IT-компетенций Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Томск. Это только малая часть тех городов, которые они уже посетили, и участвуют во всевозможных мероприятиях. Екатерина, давай поподробнее, может быть, вот действительно про soft skills, да, вот у вас есть программа под названием 4К-компетенции, вот, и я просто озвучу, да, это и 4К, это именно из четырех слов на букву К начинающий. Это критическое мышление, креативность, коммуникация, координация. Вот в чем, наверное, важность для детей, и с какого возраста это важно начинать делать, да, вот развивать в детях эти способности, да, креативно мыслить, коммуницировать, критически мыслить. Это, мне кажется, самое важное. Да, абсолютно согласна. В современном мире, в текущих реалиях возможность критически мыслить, она выходит на первый план. Каждый ребенок должен уметь из огромного моря и потока информации отследить и отсечь ту, которая действительно несет в себе добро, и убрать то, что может быть опасно для ребенка. У нас по критическому мышлению есть целые модули в рамках Дата Квантума, где ребята занимаются напрямую с работой в киберпространстве, преодолением киберпреступлений, различием фейков и истинных новостей, например. То есть целая такая программа Дата Квантума есть, которая направлена на то, чтобы ребенок в большом интернет-пространстве мог себя чувствовать уверенно и не противодействовать кибератакам, например, и не подвергать свои данные опасность. Они работают с всевозможными чат-ботами, создают их сами. Ну, интересная такая история. И 4К-компетенция – это, конечно, самые такие значимые. Да, вот коммуникация, команда образования, критическое мышление. То, что сегодня действительно востребовано современным детям, потому что мир, он меняется непрерывно. Он гибкий и он течет. Это, конечно, бесценный для детей навык, потому что он дает безопасность в мире. Ну и плюс ко всему 4К-компетенции, они являются проводником в IT-профессию. Потому что все мы знаем, да, как у нас образуются команды Гугла, Яндекса, как ребята там в этих бассейнах с шариками на компьютерах печатают свои первые программы. И мы понимаем, что это очень серьезный навык, такое умение работать в команде. Какой бы ты профессию ни получил, тебе придется общаться с людьми, коммуницировать. И очень важно, что наши наставники проходят обучение, то есть именно по вот этим вот мягким компетенциям, чтобы свои знания потом применить, и чтобы детей этому научить. Философия такая, что мы работаем в рамках нацпроекта образования, федпроект «Успех каждого ребенка». Что каждый ребенок может быть успешным, быть востребованным и быть реализованным у нас. И иногда получается так, что, например, в школе ребята показывают низкую успеваемость по каким-либо предметам или даже по всем. А у нас входит в состав команд... То есть раскрываются с новой стороны? Да. То есть вот в моем опыте с 2018 года три или четыре таких ребенка уже прошло через меня. То есть раскрываются и едут, например, там на какой-то хоккатон и в рамках команды получают приз, какое-то серьезное достижение. Вот. Это важно. И именно вот это вот мягкое общение с наставником на равных, этот положительный пример, который дают наши ребята своим воспитанникам, контурианцам, дает возможность вот такого развития. Вопрос коммерциализации. Да. То есть это же, по сути, путь не просто образовательный, это путь создания продукта, востребованного на рынке. Да, совершенно верно. И это же, я не знаю, вы объясняете детям, да, что вот сегодня вы это изобрели, а завтра это внедрили, и уже вы получаете с этого процент или еще как-то зарабатываете на этом. Совершенно точно. Да, да. У нас есть в каждом проектном модуле, когда ребята выходят на итоговую защиту и представляют свой продукт. У нас есть слайд, где ребята рассказывают про дальнейшую коммерциализацию. Но здесь... Они обязаны об этом задуматься. Они задумываются. Здесь очень такой, знаете, зыбкий момент. Ну, посмотрите, как МТС, да, там большие ритейлеры, большие компании крупные, да, телекоммуникационные решают этот вопрос. То есть они берут такие, о, у нас Хакатон, собрали 100 лучших со всей страны ребят. Ребята приехали, решили им проблемы, разработали приложение. Ну, организаторы Хакатона сказали, вы молодцы, ребята. Вот вам бумажки. Вот вам дипломы. Мы... А когда вы едете на Хакатон, да, вы же подписываете, что продукты, созданные в рамках данного Хакатона, уже являются интеллектуальной собственностью не только разработчиков, но и организаторов. И могут быть использованы, ну, по усмотрению. Да, и организаторов в том числе. Как мы решаем этот вопрос? То есть он зыбкий, я такой подход не поддерживаю. То есть взяли детей, собрали с них креатив, собрали с них лучшие мысли, да, и сказали, ну, все, дальше мы будем за это деньги получать. У нас этот вопрос решается, на мой взгляд, справедливо. Более и следующим образом. Мы в проектном модуле, это самый третий, самый продвинутый из всех наших модулей, то есть не начальный, а уже серьезный. Мы берем компании-индустриальные партнеры. То есть у нас их порядка 10-12, и они у нас работают непосредственно вместе с ребятами на проектном модуле. Ну, например, телекоммуникационные компании Сарова, ТКС. Например, Global Test компания, которая занимается датчиками, разрабатывает датчики. МГУ имени Ломоносова и всех лаборатория, РФИАЦ в НИЭФ. Наши индустриальные партнеры на протяжении всего образовательного модуля работают с ребятами. То есть свой интеллектуальный ресурс, свой опыт колоссальный они приносят детям. То есть они выступают экспертами детских инженерных команд, они приходят на защиту. Мы делаем закрытые чаты, то есть где только партнер и ребята, чтобы они могли общаться между собой. И получается, что мы как бы используем их ресурс. Они дают нам интеллектуальную свою собственность и экспертную такую составляющую этого процесса. А потом на выходе тот продукт, который получается, он является совместной собственностью нас. Вы их регистрируете как патент или какое-то изобретение? Такой опыт есть в кванториумах в Российской Федерации, например, в Екатеринбурге. Но у нас нет такого опыта на данный момент. Но я знаю, что мобильное приложение, которое разработано, например, для одной из компаний индустриальных партнеров, внедрено и коммерциализируется, и пользуется успехом. То есть это реальная возможность, в принципе, пройти этот путь и коммерциализировать этот продукт? Это реальная возможность для дальнейшего трудоустройства. То есть наши ребята уже на выходе, то есть там мальчишки были уже взрослые, 16-17 лет. Это у нас дети обучаются от 10 до 17 лет. Они мало того, что создавали, общались со всеми непосредственными айтишниками этой компании, они потом могут получить также карьерные предложения, потому что талантливые, одаренные, молодые специалисты заканчивают школу, вполне могут уже... Уже со школьной скамью, уже готовы к решению. Да, совершенно точно. Давай напоследок поговорим о тех направлениях подготовки. Я думаю, что нашим зрителям хочется знать, да, какие же модули есть, да, какие, точнее, направления. Модули-то, видимо, несколько с точки зрения уровня, а именно вот я-то перечислю их. Это дата направления, гео, пром, робо, VR, AR, правильно, если это произносится. То есть дата, это, я так понимаю, если мы о нем говорили, это все, что связано с виртуальной реальностью, с интернетом и соцсетями. Да, 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 с поведением в киберпространстве, с преодолением каких-то киберпреступлений, с развлечением всевозможных истинных ложных потоков информации, с работами с базами данных, с чат-ботами, с языками программирования. Ну, там очень серьезный такой. Вот гео, что это за направление? Я вот, честно, не очень помню. Гео вообще на сегодняшний день одно из самых востребованных направлений в стране на уровне федерации. Но пока оно идет в точке развития. Вот, если IT уже шагнула, и мы видим этот рост, если VR шагнула, и мы видим этот рост, то гео, оно такое, знаете, сейчас замерло перед большим прыжком. О чем это? Геотехнология – это анализ геопространственных данных. Работа с гидрометеосистемами, проектирование карт местности, ландшафтный дизайн, картографическая работа с программами по созданию объектов и карт местности, работа с дронами, квадрокоптерами, управляемая аэрофотосъемка, неуправляемая аэрофотосъемка, и очень много других страшных слов. Я понимаю, что, наверное, зрителям сложно вот такой поток узкоспециальных терминов воспринимать, но на самом деле, ребята, кто у нас занимается в гео, у нас есть такой, так называемый, атлас профессии будущего. И вот одна из профессий, которую мы часто очень изучаем, – это оператор дрона. Это очень востребованная профессия, прямо вот 10 лет плюс – это будет топ. Так же, как вот все наши айтишники, которым сейчас государство… Оператор дрона – это же не просто запустить квадрокоптер в небо, это именно оператор промышленного дрона, да? Совершенно точно. Который занимается конкретной задачей. Да, дрон используется во всевозможных целях. Мы сейчас видим использование и в сельском хозяйстве. Они опыляют, они смотрят, где саранча, то есть где вредители повреждают, то есть они смотрят, геометки ставят на квадраты, где испорченные поля условно, да, вредителями, а потом туда летит по этим геометкам самолет и опрыскивает данную территорию, чтобы не разрастался вот этот вот зараженный участок. Они… всевозможную фотографию объектов, разведка, естественно. Это вообще во всех отраслях они используются. И даже в научном мире очень много есть возможностей, где человек, имеющий такую профессию, может себя применить. Например, создание картотек объектов православного, православного, художественного, исторического наследия. То есть у нас вот был, например, такой проект с Дивеевским районом. Мы делали совместно с Серафимом Дивеевским женским монастырем. У нас получилась прекрасная карта объектов православного культурного наследия, кликабельная. То есть это выглядит как интернет-сайт. На каждую точку ты нажимаешь, пользователь нажимает. И возникает описание объекта, полное, с его фотографиями, в том числе и 3D-камерой. Наши ребята выходили на местность. Мы получили разрешение монастыря. Они фотографировали и выполняли аэрофотосъемку объектов. А потом внесли на этот сайт вот все, что наработали. Такой получился классный продукт. То есть гео – это так прям вперед. Понятно. Интересно на самом деле. Потому что по названию так сразу не определишь. Но получается так, что это получение, возможно, геоданных, визуального какого-то. А вот если для малышей по гео смотреть, то вот самый такой трогательный проект, который они делали – погодное приложение. Ребята 7-9 лет сделали погодное приложение условно. Датчики, у нас есть своя метеостанция, которая может погоду нам показывать на большое время вперед. Датчики снимают погодные условия, а приложение выдает – надо одевать шапку, надо одевать резиновые сапоги, там надо что-то одевать другое. И у них, да, мобильное приложение. Да-да-да, и они такие кликнули. Да-да, мобильное приложение. То есть они кликнули – так, сегодня мне рекомендуется там одеть куртку, шапку, сапоги. То есть не просто облачно, дождь или солнце, а там сегодня надень шапку, такая электронная мама или бабушка. Да, они вот когда защищали, они говорят, ну, действительно, иногда сложно определиться. Они здесь очень серьезно проработали, то есть определенные показатели влажности говорят о том, что нужно надеть шапку. Определенный там уровень осадков говорит о том, что нужно надеть резиновые сапожки. Ну, и мы уже поговорили, да, промо-робо – это, я так понимаю, создание различных робототехнических конструкторов. Да-да-да, роботов, манипуляции, управления роботами. И тут здесь же искусственный интеллект. Все очень так серьезно, объемно. Ну, и направление виртуальной реальности и дополненной реальности, так называемой VR, AR. То есть Virtual Reality, Artificial Reality. Верно, да, все верно. То есть что в этом модуле? Ну, здесь, конечно, я не буду выступать экспертом этого направления, потому что мне очень сложно. Я вот уже понимаю, да, для кого-то тяжело звучат вот всевозможные перечисления, программные обеспечения, которые используют дети. Я оставлю это нашим наставникам, которые, возможно, в будущем. Вы пригласите, Петр придет кто-нибудь и расскажет прям подробненько про все программы. Виртуальную реальность, мне кажется, надо пережить самому, потому что телевизия не способна его передать. Да, ну, во-первых, ребята, конечно, начинают все с очков виртуальной реальности. Они очень активно, здорово погружаются. Существует куча образовательных фильмов. У нас сейчас есть, например, проект, который мы хотим реализовать с учителями наших школ города Сарова, совместно с департаментом образования города Сарова, обучить всех наших учителей саровских возможностям информационных технологий, в том числе виртуальной реальности, в преподавании их учебных предметов. То есть вот мне, например, как филологу было очень интересно увидеть Есенина. Сейчас есть такие обучающие фильмы. Вы знаете, что голос Есенина записан на пленку. Одеваешь очки, и вот он стоит перед тобой оживлённый и читает чёрного человека своим голосом. Но я не знаю, насколько это вот у детей, но у меня мурашки. То есть у меня такое ощущение о том, что я вот действительно вижу, присутствуя, вижу, я прикоснулась вот к этому уникальному человеку. Я его вижу живым. Он оживает. У меня вопрос в связи с этим. А взрослому можно это испытать на себе? Да. У вас? Конечно. Я думаю, что теперь будут очереди низучеников, а кунтарианцами будут записываться 30+. Да. Мы самые интересные ролики, конечно, для взрослых учителей ставим, которые придут к нам обучаться и немножечко развивать, расширять свои инструменты образовательные. А вот для детей у нас очень хорошо заходят всевозможные такие экшн-ролики, которые, да, там всякие качели, львы там ходят вокруг тебя. Но это всё игра, да. То есть мы детей сначала завлекаем именно таким игровым способом, показываем, демонстрируем вот эти все шлемы, очки, а потом, конечно, они погружаются в 3D-моделирование. То есть с помощью... Создания своих миру. Да, Unity. Они создают объекты, они заставляют их двигаться во всевозможных программах. Ну, например, один из проектов VR-квантума был у нас... Различные профессии будущего перенесли в виртуальную реальность. Виртуальные туры, за ними вообще сейчас будущее. Например, один из интересных проектов – это виртуальный тур по нашему городскому музею. Там вот белку они там изучали ещё у кого-то. То есть приходишь, одеваешь очки и можешь сходить в наш городской музей посмотреть вот этих вот прекрасных животных, которые там долго живут, можно теперь ещё и в виртуальной реальности. Екатерина, у вас новый учебный год впереди, соответственно, новый набор. Я думаю, что есть смысл пригласить новых учеников. Мы с удовольствием приглашаем всех родителей, детей на наши дни открытых дверей. Они состоятся 18 и 25 августа в детском технопарке Кванториум Саров. Можно будет надеть виртуальные очки. Пётр, вас приглашаем особенно. Приходите. Хорошо, хорошо. Есенина продемонстрируем. И, конечно, приглашаем на обучающие модули, приглашаем на обучение. Мне кажется, что все наши специальности строятся вокруг IT-сферы. Она является самой востребованной сейчас в Российской Федерации. И для неё все послабления и все бонусы на всех уровнях. То есть и социальные, и хорошая зарплата, и возможности развития. Поэтому профориентация в IT-сфере, дополнительное образование в IT-сфере для ребёнка – это определённый серьёзный шаг в будущую профессию, в хорошую будущую профессию. Поэтому мы всех приглашаем. Будем ждать на дни открытых дверей. Вся информация, которую вы можете почитать о наших квантумах, есть в официальной группе ВКонтакте. Детский технопарк Кванториум Саров. Екатерина, спасибо большое, что пришла. Было очень интересно. Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Схожу, посмотрю на Есей. Но вообще никогда не надевал VR-очки. Вот честно, да. Вот 38 лет ни разу не доводилось. Поэтому воспользуюсь этой возможностью. Друзья, я и вас приглашаю в августе. Посмотрите в официальной группе ВКонтакте Кванториум Саров. Найдите время, посетите. Ну а на этом у нас всё. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова